Это фото сделано в Петербурге в 90-х годах. Группа иностранных гостей снялась на память о посещении северной столицы. Высокий дядечка слева в черном пальто — это Рудольф Риттер по прозвищу Руди, адвокат и финансист из Лихтенштейна. Известный человек в определенных кругах. Один из крупнейших в мире спецов по отмыванию денег. Что занесло его в Петербург, приехал по делам той самой фирмы. Рудольф Риттер из влиятельной в Лихтенштейне семьи. Его брат Михаэль Риттер в 1993-2001 годах был министром финансов этого княжества и вице-премьером. Точную дату, когда Руди был запечатлен на фото в Петербурге, установить сложно. Клаус Петерзауэр, немец, который был у него бухгалтером в 90-х годах, в интервью Ньюсуику в 2001 году говорил, что его шеф ездил в Питер для встречи с Путиным в 1994 или 1995 году. А вот если говорить о месте съемки, то его можно определить точно. Судя по табличкам с названиями организаций на входе, коммерсант Дейли и другие, это было здесь. Тамбовская 12. Бизнес-центр «Информфутурия». В этом здании все 90-е годы был офис Владимира Смирнова, того самого, который близкий друг Путина и первый председатель кооператива «Озеро». Что Руди из Лихтенштейна делал на Тамбовской 12 в лихие 90-е? Он был владельцем контрольного пакета акций в фирме, которая владела этим зданием. Фирма называлась «Спаг». «Спаг» — это Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия. Сокращенно по-немецки «Спаг». Фирма «Спаг» была создана во Франкфурте 23 июля 1992 года. Ее учредили 4 человека — Путин, от лица мэрии Петербурга, Риттер, Смирнов и Юрий Львов, глава банка Санкт-Петербург. Целью фирмы официально были инвестиции в недвижимость, а именно в строительство в Питере новых офисных центров. Риттер должен был искать на это деньги на Западе, партнеры брали на себя все вопросы в России. С русской стороны партнеры были что надо. Только что они поучаствовали в Питере в афере «Сырье в обмен на продовольствие» зима 1991-1992 годов и успешно украли около 100 миллионов долларов. С немецкой стороны Руди тоже был парень-непромах. Не стоит воспринимать его как бизнесмена в обычном понимании этого слова. Риттер – это офшорный адвокат, профессиональное подставное лицо. Его основная работа – представлять интересы тех, кто по каким-то причинам не хочет светиться сам. Но при этом фирма «Спаг» явно пользовалась благосклонностью мэрии. Дважды, в октябре 1992-го и в июне 1994-го, Собчак выделял ей выгодные участки под застройку. В 1992-м это была та самая Тамбовская 12 под застройку гостинично-делового центра «Информфутурия». А в 1994-м – Невский проспект 114-116 под бизнес-центр «Знаменская». На Невском это были два здания XIX века с несколькими флигелями на участке земли около гектара. «Спаг» обязался перестроить здания и расселить там коммуналки. Оба объекта передали дочкам «Спаг» в России, соответственно, АО «Информфутурия» и АО «Знаменская». Управлял обоими «Смирнов». Причем дочки эти были не стопроцентные. Доля «Спаг» была чуть больше 50%. Кому принадлежало остальное? «Смирнову». В «Знаменской» «Смирнову» вместе с «Кумариным», «Кумом» и «Стамбовской ОПГ». Картина получалась интересная. Мэрия Собчака выделила участки под застройку в фирме, где всем рулили близкий друг вице-мэра Путина и мутный адвокат из Лихтенштейна, за которым непонятно кто стоял. До кучи к ним позднее присоединился главарь крупнейшей в городе бандитской группировки. Совместное предприятие, однако. Для сбора денег с инвесторов «Спаг» выпустил в Европе акции. Очень красивые, с картинками. Инвесторы покупали акции, деньги перегоняли в Питер, на них велось строительство. «Спаг» постепенно раскручивался, со временем его акции даже вышли на франкфуртскую биржу. Сохранился проспект эмиссии «Спага» 1997 года. На странице 27 проспекта можно почитать про дочки и внучки «Спага» в России по состоянию на 31 декабря 1996 года. Всего было три дочерних компании. АО «Информфутуре», АО «Знаменская» и ООО «Управление проектами недвижимости и инвестициями». Последнее – это обслуга зданий в Питере, управляющая компания. Там же была упомянута и одна интересная внучка «Спага» ЧОП «Рифсекьюрити». Его учредителем было АО «Информфутуре». ЧОП «Рифсекьюрити» считался в городе конторой тамбовских, охранял здания «Спага», а также кооператив «Озера». Мир тесен. Глядя на дочки и внучки «Спага» в России, порой трудно понять, где кончалась респектабельная фирма из Франкфурта и начиналась тамбовская ОПГ. В 1999 году в интервью агентству новостей «Конкретно.ру» Смирнов хвастался. Уже в октябре 1991 года городские власти организовали визит в Петербург крупнейших экономистов. А я тогда понял, чем надо заниматься с точки зрения теории систем бизнеса. «Мы создали международный холдинг со штаб-квартирой во Франкфурте, и акции нашего холдинга до сих пор котируются на всех биржах Европы, что является источником финансирования реализуемых здесь нами проектов. У меня много контрактов в финансовых сферах Запада». Смирнов был явно в ударе в тот день. Биржа, Франкфурт, финансовые сферы, теории систем бизнеса. Позднее это интервью было удалено с сайта агентства и ныне доступно только в интернет-архивах. Дело в том, что господин Смирнов, когда излагал свои теории систем бизнеса, еще не знал, что весь его холдинг со всеми системами уже давно в разработке вот этой организации. Это называется БНД, немецкая разведка. Она-то и испортила всю малину. 8 ноября 1999 года в журнале «Шпигель» с подачи БНД вышла статья с интригующим названием «Приглашение к отмыванию денег». В статье сообщалось, что в апреле 1999 года БНД передала канцлеру Германии секретный доклад по ситуации в княжестве Лихтенштейн. Журналист «Шпигеля» получил доступ к этому документу, каким образом он не уточнял. Из доклада следовало, правящая элита Лихтенштейна крайне коррумпирована, а при правительстве у них действует ОПГ из адвокатов и финансистов, которые занимаются отмыванием денег в мировом масштабе. ОПГ работает как минимум с 1980-х годов и моет деньги наркокартелей Южной Америки, итальянской мафии, а также разных диктаторов из стран третьего мира. В числе клиентов ОПГ упоминалось также «Русише Гросс Криминелли» — крупные русские преступники. Впрочем, ни имен участников ОПГ, ни других подробностей автор статьи не называл, ограничившись намеками. Это была дозированная утечка, первый залп перед грядущим большим скандалом. Это Георг Масколо, автор статьи в «Шпигеле», участник Международного консорциума журналистских расследований, первый журналист, которого БНД познакомило со своим докладом. В своей статье Георг Масколо приводит цитату из министра финансов Лихтенштейна Михаэля Риттера о том, что у них в княжестве, мол, держат деньги только успешные бизнесмены, и действуют самые высокие европейские стандарты против финансовых злоупотреблений. У немецких официальных лиц такие заявления могут вызвать только улыбку. Ехидно намекал ему автор статьи. Еще бы! Ведь согласно докладу БНД, активным участником ОПГ по отмыву денег был брат министра Рудольф Риттер, тот самый Руди Испага. Его имя постоянно склонялось на страницах доклада. В частности, на странице 15-16 сообщалось, что Руди был доверенным лицом сразу нескольких наркокартелей Южной Америки, в том числе у братьев Ачоа, это серьезные авторитеты из Медельина, и картеля Калии, и что Руди создал сеть фирм по всему миру, где деньги картелей отмывались под видом вложений в недвижимость и финансовые учреждения. В качестве примера одной из отмывочных фирм, придуманных Руди, в докладе БНД приводится СПАГ. БНД считала СПАГ совместным предприятием Риттера и русских бандитов. А реальной целью фирмы были услуги по отмыву денег. Чьих? Это Владимир Кумарин по кличке Кум, основатель Тамбовской до 1989 года Тамбовско-Малышевской ОПГ. Русише Гросс Криминелли. В своем интервью от 18 июня 2007 года, в последнем интервью на свободе, Кум сказал в ответ на вопрос про СПАГ, Так и было, за исключением некоторых деталей. Путин создавал СПАГ, но он не был там на таких уж вторых ролях, как пытается представить Кум, об этом чуть позже. Руди не был министром финансов Лихтенштейна, он был братом министра. Но деньги колумбийские у него крутились. Его действительно пытались за это посадить, но не смогли. Он получил всего полтора года, да и то потом приговор отменили. И, наконец, самое главное. Кум говорит, что Путин подписал документы о создании совместного предприятия, которое потом перешло к нам. К нам это о Тамбовской ОПГ. То есть СПАГ все-таки был фирмой Тамбовских. Через два месяца после этого интервью Кумарин был внезапно арестован по обвинению в создании ОПГ, убийствах и так далее. Раньше все попытки посадить его были не особо удачными. Последний раз его судили в 1991-м за рэкет. Но дело закончилось смехотворным сроком в четыре года, из которых он едва отсидел половину. В этот раз было все по-другому. Срок — 14 лет. Потом еще один в довесок — 15 лет. С 2007 года он безвылазно сидит в СИЗО под следствием по разным делам. Одно заканчивается, начинается другое. В колонию его не отправляют, держат в Москве в строгой изоляции. В этом плане судьба Рудольфа Риттера сложилась намного удачнее. Он и еще четыре человека были арестованы в мае 2000 года. Руди обвинили в отмывании денег картеля Кали и сопутствующих преступлениях, подделка документов, злоупотребление полномочиями и так далее. Но, к счастью для него, его судил суд в Лихтенштейне, который не горел желанием глубоко копать это дело. Фигуранты были не последними людьми в княжестве. Один – бывший начальник полиции Лихтенштейна, у другого – брат судья Верховного суда, у самого Руди – брат министр. Правда, в 2001-м он ушел с поста. В итоге, сначала в 2003-м году с Руди сняли обвинение в отмывании, так как он как бы не знал о происхождении денег, а в 2005-м и все остальное. Из большого бизнеса Руди ушел. Работает теперь на фирме, оказывающей бухгалтерские услуги. В лихтенштейнских блогах писали, что любят заложить за воротник. Ну, после всех волнений-то, наверняка подымает тост за наш лихтенштейнский суд. Самый гуманный суд в мире. Итак, согласно отчету БНД, в лихие 90-е в Лихтенштейне орудовало ОПГ, помогавшее бандитам и диктаторам всех мастей отмывать деньги. Вот с ней-то Путин, Смирнов и примкнувший к ним Кумарин и открыли бизнес в виде фирмы «Спаг». Прежде чем писать о деталях этого бизнеса, стоит сделать небольшую экскурсию в лихтенштейнский финансовый рай, из которого приехал к нам Рудольф Риттер. Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так. Или в русском переводе. То есть грязные деньги разными путями заносились на счета фирм в Лихтенштейне. Местные юристы оказывают при этом услуги номинальных директоров, номинальных акционеров, управляющих. Имя реального владельца денег нигде не фигурирует. Одни подставные лица. Далее организуется прогон этих денег по всему миру, под видом инвестиций в недвижимость, в ценные бумаги, предприятия. Деньги прогоняются по нескольку раз через третьи страны, офшорные банки. Все, чтобы запутать следы. В кругообороте все время находятся деньги разных типов. Грязные, полуотмытые, отмытые. Риттер в этой схеме был управляющим деньгами. Важная работа, требующая хороших, доверительных отношений с мафией. При этом, если верить отчету БНД, Руди не был главным человеком в этой ОПГ. Были люди и посерьезнее, у которых он был младшим партнером. Например, вот этот джентльмен. Это профессор Герберт Батлинер, юрист, у которого на обслуживании в Лихтенштейне было около 10 тысяч офшорных фирм одновременно. Именно профессора БНД считала главарем лихтенштейнской братвы. Батлинер хранил деньги Жозефа Мобуту. Это диктатор Заира, он же Конго, прославившийся эпическими масштабами коррупции. Батлинер хранил деньги Маркеса, диктатора Филиппин. Пабло Эскобара, главарь медельинского картеля. Он держал секретные фонды Саудовской королевской семьи, черную кассу партии ХДС из Германии. Все теневые потоки денег от колумбийских картелей до распила бюджета в Заире проходили через него. Такой профессор Мариарти наших дней. Батлинер не только юрист, но и банкир. Он совладелец крупнейшего местного банка. В 90-х его брат Хайнц Батлинер был в нем президентом. Свой банк очень важен в этом бизнесе. Без него профессор никогда бы не развернулся. Герберт Батлинер с женой Ритой справа, слева премьер-министр Лихтенштейна с супругой. Согласно докладу БНД, в 90-е профессор активно стал работать с русской клиентурой. Как сообщалось в докладе, русские ценили возможности профессора принимать наличку миллионами и вносить их в банк на счета. Профессор, правда, гневно отвергал эти инсинуации. «Я никогда не беру сомнительных клиентов с чемоданами наличных, особенно из бывшего Советского Союза. Они у нас в офисе, дальше первого этажа не пройдут». Сказал он в одном интервью. Но БНД почему-то не верила, что русских дальше первого этажа не пускает. Может, чемоданы было тяжело таскать на второй, поэтому складировали на первом. Да и вообще, профессор был героем стольких скандалов, что все уже привыкли. То же самое он говорил и в 1992-м, когда из США пришел запрос на 17 миллионов долларов наркобарона Хорхе Торреса из Эквадора, которые профессор пристроил в свой ВП-банк. То же и когда искали деньги диктатора Маркоса, и когда выясняли, что за секретные счета в Лихтенштейне, с которых финансировалась партия ХДС Гельмута Коля, канцлер Германии в 1982-98-м годах. Они были друзья – профессор и канцлер-объединитель Германии. Скандал с черной кассой ХДС стоил Гельмуту Колю карьеры. 10 тысяч офшорных фирм, которые вел профессор, на жаргоне называются «почтовые ящики». За ними ничего нет, только счет в банке и ящик для писем. Управляет фирмой номинал – подставное лицо из местных. Это мог быть батлинер лично, мог кто-то из его помощников. Имя реального владельца фирмы – строжайший секрет. Там целый арсенал способов, как его скрыть. Акции могут быть выпущены на предъявителя, то есть хозяин фирмы тот, у кого они в сейфе лежат в данный момент. Можно записать их на того же номинала по специальному договору. Можно анонимный траст учредить, инвестиционный фонд, которым управляет джентльмен типа батлинера. А кто вкладчики? Допустим, дворец Путина в Просковеевке под Геленджиком в свое время через цепочку фирм имел своим конечным владельцем фирму «Лирус Холдинг АГ» из Лихтенштейна. Если вы посмотрите на ее выписку из торгового реестра, ничего не поймете. Акции на предъявителя управляют фирмы некие Гвидо Мейер и Юрк Висман, два юриста. Причем первый – из местной юрфирмы АТУ. Это деловые партнеры профессора Батлинера, вместе владеют ВП-банком. А на самом деле зарегистрировал эту фирму в 2003 году бизнесмен из России Сергей Колесников. Но не для себя. Акции на предъявителя он отдал Шамалову, а тот – Путину. Шамалов рассказывал ему, что Владимир Владимирович взял у него бумажки эти лихтенштейнские и положил в сейф у себя в резиденции. Это правильно, так как цена им – миллиард долларов. Именно столько стоит дворец под Геленджиком. Да, но если б Сергей Колесников в 2010 году не сбежал на Запад, мы б никогда не узнали, кто реальный хозяин офшора Лирус Холдинг АГ и у кого в сейфе его акции. Ведь Гвидо Мейер и Юрк Висман, которые записаны в реестрах, профессиональные номиналы. Их работа – молчать. Услуги номиналов стоят недешево, если в Лихтенштейне не меньше тысячи долларов в год. А если таких фирм 10 тысяч, то сами понимаете. Вот потому Герберт Батлинер – очень богатый человек. Его состояние оценивалось в 400 миллионов евро. У него крупнейшая в Европе частная коллекция живописи, например. До своей смерти в 90 лет в 2019 году он проживал в родном Лихтенштейне – уважаемый человек, сенатор. Все попытки неоднократные посадить его в тюрьму не удались. Нет у вас методов против Геры Батлинера. Единственное, что жаль, профессор не написал мемуары. Если бы он сел писать книгу про то, с кем и как работал по жизни, это был бы супер-бестселлер. Правда, он не успел бы ее дописать. На этом фото – Никарагуа, 1984 год. Оперативная съемка ЦРУ. Скрытая камера установлена на самолете, в который грузят 700 килограммов кокаина. Грузил картель «Медельин». А помогали, кстати, солдаты-сандинисты. У медельинских были отличные отношения с тогдашним просоветским режимом в этой стране. Третий справа, в полосатой рубашке, Пабло Эскобар – главарь медельинского картеля. В период расцвета, пока их не вытеснил картель «Кали», «Медельин» зарабатывал на наркоте 60 миллионов долларов в день. В отчете БНД на странице 11 говорилось, что Эскобар много лет был клиентом батлинера, а в ВП-банке было открыто минимум 5 счетов специально для хранения его денег. И даже когда Эскобара убили медельинских пацанов, никто не кинул. Деньги остались целы. А попробуй кинь. Крайний справа, на том же фото с Эскобаром, это летчик, американец, с поднятой рукой. Его звали Барри Силл. Он был агентом управления по борьбе с наркотиками Минюста США. Его убили два года спустя, в 1986. Вот поэтому профессор Батлинер не писал мемуаров. Что касается Руди, то у него таких картелей на обслуживание было несколько. И когда в 1992 году Путин и Смирнов создали с Руди совместную фирму, они попали в точку. Можно сказать, прорубили окно в Колумбию. Спаг был создан в 1992 году и активно работал до 2000 года, до ареста Риттера. После этого деятельность фирмы была фактически свернута, а недвижимость в России распродали. Три больших этапа можно выделить в истории Спага в 1990-х годах. 1992-93 годы – начало работы. Тут все было скромно. На этом этапе главным достижением фирмы был вывод из госсобственности здания на Тамбовской, 12. В результате нехитрых манипуляций оно досталось Смирнову. 1994-96 годы – появление проекта «Знаменская». Тут уже убивались два зайца. Выводился из собственности города ценный актив, недвижимость на Невском, и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег. Для начала Тамбовской ОПГ, потом подтянулись остальные. 1997-1999 годы – расцвет Спага. Его акции выходят на биржу. Начинается активная работа с деньгами картеля «Кали». Спаг становится одним из бланкедорес – отмывателем, отмывочной конторы картеля, которых были сотни по всему миру. Теперь обо всем по порядку. В октябре 1992-го мэрия Собчака передает дочке Спага здание на Тамбовской, 12. Но что это была за дочка? Как уже говорилось, акции были поделены примерно 50 на 50. Половина у Спаг, половина у структур Смирнова. Доля города в Спаге при создании была 20%. То есть раньше город владел всем зданием. А теперь стал, как говорят в таких случаях, седьмая вода на киселе, пятая часть в конторе, которая сама имела в здании около половины. Более того, в 1994 году Путин своим решением отдал все акции города в Спаг в управление Смирнову. То есть полностью на откуп. На простом языке это называется «все схвачено». Это как раз то, что Смирнов сделал с Тамбовской, 12. Здание оформили на АО, где он был директором и имел около половины акций. А вторую половину акций держал Спаг, где он тоже все контролировал. Бизнес-центр осел в цепких руках Смирнова и его семьи на долгие годы. В 2001 году в одном из интервью Смирнов сказал про Путина. «Я знаю Володю вот уже 10 лет, и за все это время он меня ни разу не разочаровал. Как предприниматель, профессионал, как человек». Это точно. Володя – профессионал в таких делах. Хотя почему Смирнов называет его предпринимателем? Он же чиновник. Дальше больше. В 1994-м по той же схеме из госсобственности выводится Знаменское. Но только теперь в Европе под это дело Риттер еще и стал выпускать акции и продавать их инвесторам. Деньги стали гонять между Европой и Петербургом под предлогом строительства крутого объекта недвижимости на Невском. Нет, объект они тоже строили. Но и деньги отмывали. Известный немецкий журналист-расследователь Юрген Ротт в 2003 году опубликовал книгу про дело фирмы «Спаг» под названием «Гангстеры с Востока». При ее написании Юрген Ротт имел доступ к документам БНД и немецкой полиции. У него были хорошие связи в этих кругах. Книга была переведена на несколько языков и представляет собой самый подробный на сегодня разбор деятельности этой фирмы. Как пишет Юрген Ротт, в Гамбурге у Смирнова были два друга – некий Борис Гринштейн и Питер Хаберлах. У них был там бизнес. Ну, как бы поприличнее сказать – сеть борделей. То есть это два сутенера. Вот они-то и стали первыми иностранными инвесторами «Спага». В декабре 1994-го был первый крупный прогон. Офшорная фирма «Эси Экспертс» «Остров Мэн» под руководством Питера Хаберлаха купила у Руди акции «Спаг» на 500 тысяч дойчмарок. Сбор денег на проект «Знаменская» начался. Откуда у сутенеров из Гамбурга такие деньги и зачем им акции «Спага»? Хотели на Невском 114-116 филиал свой открыть? Там как раз московский вокзал напротив. Понятно, что это деньги не их, а кто-то поручил им сделать такие инвестиции. На фото Владимир Кумарин с женой Мариной Кумариной Хаберлах. Это был юбилей Кума 50 лет в 2006 году. Они поженились еще в советское время, когда Кум работал вышибалой в баре «Таллин». Но в начале 1990-х Кумарин формально развелся с женой. И та вышла замуж за гражданина Австрии по фамилии Хаберлах. С тех пор она Марина Кумарина Хаберлах. Брак был фиктивным. Реально Владимир и Марина Кумарины не разводились и остались в гражданском браке. Целью брака с австрийцем был паспорт гражданки ЕС с правом ездить по Европе без виз. Марина Кумарина Хаберлах рядом с Кумариным три десятка лет. Боевая подруга своего мужа. На нее был оформлен ряд предприятий в России, которыми тот владел. Аналогичным образом поступила, кстати, и жена Владимира Смирнова, Лариса Дроздова. В течение 20 лет она вела бухгалтерию во всех его фирмах. В Знаменской, Информфутуре и так далее. Франция, 2011 год. Пенсионер Смирнов с супругой путешествуют. Но вернемся к Кумарину. Фиктивный муж Марины Кумариной Хаберлах и Питер Хаберлах, который был инвестором фирмы «Спаг» в 1994 году, как-то связаны? Да, это родные братья, как утверждает Юрген Рот. А деньги, которые сутенер-инвестор переводил за акции «Спага», по мнению немецкой полиции, были не его, а Тамбовской ОПГ. Их вывели в Европу и отмывали через стройку на Знаменской. Таким образом, Смирнов был, по сути, представителем Тамбовской ОПГ в Европе. Он налаживал международные связи, создал «Спаг», он подтянул своих корешей для работы с офшорными деньгами бандитов. Он же, судя по всему, и организовал фиктивный брак для супруги Кумарина, чтобы сделать ей европейский паспорт. Но при этом Смирнов был другом не только Кума, но и Путина. Я начинаю понимать, почему при создании кооператива «Озеро» в 1996 году Смирнова выбрали председателем. Три Владимира – бандит, чиновник и коммерсант. Вместе – мафия. По поводу своего участия в ООЗ «Знаменская» Кумарин в интервью коммерсанту в 2004 году рассказывал. Я вообще узнал об этом проекте в 1996 году, когда лечился в Германии после покушения. Тогда общие знакомые познакомили меня с Руди и с другими людьми и предложили поучаствовать в проекте «Знаменский». Там надо было расселить 300 коммуналок и построить бизнес-центр. Я вошел в совет директоров как вице-президент петербургской топливной компании, чтобы разобраться, стоит ли нам в этом участвовать. Мы даже расселили штук 7 коммуналок, но потом мы решили, что нам выгоднее строить бензоколонки, и я из проекта вышел. «Общие знакомые познакомили меня с Руди. Общие знакомые – это Смирнов. Насчет того, что он узнал про проект в 1996 году – это вряд ли. Уже в конце 1994-го его люди отправляли в СПАК деньги. Насчет слабого интереса к проекту «Расселили штук 7 коммуналок и надоело» – тоже вряд ли. Еще в июне 1999 года он избирался там членом совета директоров. Да и, собственно, само интервью 2004-го года было после того, как из Германии прилетела бригада следователей и два дня допрашивала его по делу СПАГа. Небось, про 7 коммуналок все выясняли. Дело СПАГ принесло Тамбовской ОПГ мировую славу. До этого ее знали в основном в узких кругах в Петербурге. В конце 80-х Тамбовские начинали скрышевание наперсточников на рынках, а через 10 лет вели дела с крупнейшими гангстерами мира – самим картелем Кали из Колумбии. В англоязычной Википедии есть статья про этот картель. Она намного более объемная и информативная по сравнению с русскоязычным аналогом. Все-таки Кали работал в основном на Америку, так что им эта тема как-то ближе. Четыре основателя картеля, братья Орихуэлло, а также авторитеты Чепа и Пачо, в 1980-90-х годах создали крупнейшую ОПГ в мировой истории, заняв чуть ли не 90% мирового рынка белого порошка. Сам картель был организован как спецслужба с разведкой, спецназом, планированием операций. Кали КГБ, как его называли. Ныне, правда, картель разгромлен, главари отбывают сроки. Так вот, в этой статье про картель Кали есть любопытный раздел «Связи с русским государством» – Russian State Connections. Там что-то про Путина, про отмыв кокаиновых денег в России и так далее. Калийская нарко-КГБ таки породнилась с советским просто КГБ. Активное сотрудничество спага и картеля Кали – это период 1997-1999 годов, когда Руди вывел акции спага на франкфуртскую биржу. Руди тогда принимал кокаиновые деньги в Европе налом под покупку акции спага. Дальше часть их шла в Россию, а часть крутилась на бирже во Франкфурте. Работа кипела. Через Знаменскую в 1997-2000 годах прогнали порядка 140 миллионов дойчмарок. В 2000 году, когда над спагом в Европе сгустились тучи, все эти прогоны прекратились. Знакомство с делом спага вызывает закономерный вопрос – а Тамбовская ОПГ только отмывала кокаиновую выручку или сама участвовала в наркоторговле? Ответ – да. В марте 2016 года Владимир Кумарин, находясь в СИЗО «Матросская тишина», дал интересное интервью. Оно было в письменном виде, ему передавали вопросы, а он писал ответы. В этом интервью Кум неожиданно вспомнил молодость и сказал, что был лично знаком с генералом Ауловым, на тот момент замглавы Госнаркоконтроля России. Я хорошо знаю Аулова с капитанских его времен, со времен, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках тушенки. Была встреча с Ауловым в 1992-1993 годах, на которой, как я понял, он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги. Николай Аулов по кличке Железный Дровосек – известная личность среди питерских. С марта 2016 генерал Аулов был в международном розыске по делу русской мафии в Испании. Болтал много по телефону с авторитетами малышевской братвы. И так понравился местным прокурорам, что решили пригласить его в Испанию – отдохнуть. Четко по нему, очень много их причем. Ну, понятно. Очень много их. 30 человек. Ох, только никакого, да. Не-не, там все в этом, все зависит от того, кто решение принимает. Там есть, есть вот это, еще решение. Нет, нет. Вот. Там же у него все схвачено, ты сам понимаешь. Да, да, да. Когда кум говорит, что знает генерала с первой тонны кокаина, которую прогнали в банках из-под тушенки, это перекликается с материалами суда по делу Литвиненко в 2015 году. Там, в качестве мотива убийства, сторона обвинения представила досье Швеца, перебежчик из СВР Юрий Швец, ныне живущий в Америке. Майор Швец вместе с Литвиненко расследовал связи Путина с наркомафией в Петербурге 90-х. Согласно досье Швеца, торговля порошком в Питере в то время имела централизованный характер. Ее контролировали Тамбовские, а Тамбовских – Виктор Иванов, помощник Путина в мэрии по работе с правоохранительными органами. У Аулова тогда были еще капитанские времена в питерском Рубопе. Вот он и бегал по авторитетам, разъяснял политику партии. Ну а в 2000-х чекист Виктор Иванов стал главой Госнаркоконтроля России, а Николай Аулов – его замом. Кадры решают все, а в наркоторговле особенно. Скандал вокруг СПАГа разгорелся в неудачный для предпринимателя Володи момент. Это были его первые президентские выборы 2000-го года. Кремлевская пресс-служба тогда выступила в том духе, что, да, Путин учреждал СПАГ в 1992 году. Но в его деятельности не участвовал, а был консультантом без зарплаты. Как и Герман Греф, кстати. Ну, во-первых, в таком деле консультант это уже звучит гордо. Если однажды, уважаемый зритель, вы надумаете заняться отмыванием денег и вам понадобятся консультации, ну, вы знаете, к кому обратиться. Ну, а если серьезно, можно привести такой пример. В 2000 году в рамках расследования уголовного дела немецкая полиция вышла на Баадербанк в Баварии, который в 1998 году помогал в раскрутке акций СПАГа на бирже. В общем, к банку возникли вопросы. Представитель банка Ника Баадер в заявлении для прессы сказал тогда, что они не знали о связях СПАГа с оргпреступностью и согласились участвовать в IPO, отчасти потому, что среди ее консультантов были столь высокопоставленные лица, как Путин. Если это 1998 год, Путин был главой ФСБ. Их можно понять. Эти серьезные ребята из Баварии согласились работать со СПАГом из-за действующего директора ФСБ среди ее консультантов. Роль громких имен в бизнесе никто не отменял. Одно дело, вы представляетесь, контора по отмыванию денег такая-то. А другое дело, контора по отмыванию денег, директор ФСБ, наш консультант. Это уже звучит. Во-вторых, Путин в СПАГе был не только консультантом. В 2005-м в распоряжении новой газеты оказались учредительные документы СПАГа 1992 года и рекламная брошюра, которую они тогда же выпустили о себе. Из этих документов следует, что Путин, во всяком случае при создании фирмы, был там не консультантом, а зампредседателя наблюдательного совета. А это совсем другое дело. Это второй человек на фирме. В 2000-м году СПАГ неожиданно всплыл на пленках Мельниченко. Мельниченко – это офицер охраны украинского президента Кучмы, который скрыто поставил прослушку в его кабинет, а потом вывез ее в Америку. Как оказалось, некое досье на Путина в связи с участием его в наркоторговле неведомыми путями попало из Европы в руки СБУ. И Кучма с главой СБУ генералом Деркачем в 2000-м году обсуждали в кабинете президента, что им делать с этим компроматом. А если точнее, как бы продать его Патрушеву, тогдашнему главе ФСБ. Леонид Данилович, мы вот тут у немцев интересную информацию вытянули. Значит, арестован вот такой вот деятель. Вот, он еще не переведен. Вот. Риттер. Рудольф Риттер. Да, и по делу на этих, на контрабанду наркотиков. Вот они, документы. Вот они вынули и документы. Вот здесь и Вова Путин. Это про Путина? Значит, россияне вот это все выкупили, вот эти все документы остались только у нас. Я думаю, что Патрушев будет в Киеве 15, 16, 18 июня. Вот это ему для работы. Ну, а у себя будем хранить. Они тут где-то хотят все закрыть. Что там выудило СБУ в Европе по поводу контрабанды наркотиков, осталось неизвестным. Но Вова Путин сильно волновался по этому поводу. Деньги тратил. А я думаю, зря он переживал. Есть такая книжка с картинками, называется «Правители России». Там про всех царей, секретарей, все в одном сборнике. Перечитал еще раз на досуге. Нет ничего про кокаин. И про офшоры ничего нет. И про Колумбию, и про Панаму. Вова Путин. Первый. Таких в России еще не было. То есть он войдет в историю, как чекистский Мабуту в северном Заире, он же Конго. А как вы хотели? Если Рузвельт, то США. Черчилль, Англия. А если Мабуту, только Заир, он же Конго. Без варианта. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова